Я приглашаю на сцену преподавателя Казанского университета, кафедры международных отношений, мировой политики и зарубежного регионовидения Марину Михайловну Владимирову. Добрый день, уважаемые студенты! Садитесь! Сегодня мы с вами поговорим о таком замечательном явлении вообще в нашей жизни, как дипломатия. Друзья, а вообще знаете, кто такой дипломат? Здравствуйте, меня зовут Фарида. Молодые люди, надо поактивнее, быстрее начинать говорить, потому что девочки вас опережают. Дипломатия, это дипломаты вообще, это те люди, которые ведут какие-то переговоры с кем-то, они постоянно с кем-то общаются. А еще? Дипломат, это человек, который умеет решать различные споры между государствами или между просто какими-то корпорациями, может быть. Мирным путем, да? Мирным, не военным путем. Этим у нас занимаются военные, а мирным путем дипломаты. Еще будут мнения по этому поводу? Достаточно. Не буду. Хорошо, молодцы ребята, действительно, я абсолютно с вами со всеми согласна. Дипломат – это человек, который представляет интересы государства или международной организации. А как вы считаете, вообще дипломаты ведут внешнюю политику? Они влияют на ее вход? Здравствуйте, меня зовут Вероника, я думаю, что да. Ага, и каким образом? Может, они как-то между собой переговариваются, решают какие-то важные вопросы. У меня дополнительный вопрос. А вы кого-нибудь знаете из дипломатов? Запомнился ли вам кто-нибудь из современных дипломатов? Сергей Лавров. Замечательно. А еще есть? Наш президент Путин. Конечно, он дипломат. Дмитрий Медведев. Да, он тоже дипломат, как премьер-министр. А еще? Руслан Мениханов. Да, конечно, он как президент тоже является дипломатом. Первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев. Безусловно, он, конечно, дипломат. А вот в Организации Объединенных Наций у нас до недавнего времени работал выдающийся наш дипломат. Правильно, правильно. Молодцы ребята, вы действительно назвали всех наших выдающих дипломатов. Но сегодня же мне бы с вами хотелось бы поговорить о знаменитых дипломатах прошлого. И в первую очередь необходимо рассказать о выдающемся русском дипломате Александре Михайловиче Горчакове. Александр Горчаков. Последний канцлер Российской империи. Потомок старинной дворянской семьи Горчаковой получил хорошее домашнее образование. Это и позволило ему поступить в Царско-сельский лицей. В этот первый легендарный набор попали в будущем виднейшие люди времени. Один из друзей Горчакова по лицею был Пушкин. Но если будущий поэт учился ни шатка, ни валка, закончив по успеваемости четвертым с концов списка лицеистов, то Горчаков, прилежный школяр, был вторым отличником всего набора. Уже тогда Горчаков уверенно метил на дипломатическую службу. И отсюда поэтическая характеристика Пушкина. Питомец, мод, большого света, друг, обычаев, блестящий наблюдатель. Юно Горчаков был чрезвычайно чистолюбив. Про себя молодого он вспоминал с иронией, что был настолько чистолюбив, что носил яд в кармане, если его обойдут местом. Уже в возрасте 21 года он состоял при графе Нислероды, канцлере, министре иностранных дел на международных конгрессах. Казалось бы, карьера Горчакова будет развиваться стремительно, но до великих свершений оставались десятилетия. Его патрон Нислерода не любил даровидность и независимость своего подчиненного. Сотрудник Герценовского колокола князь Петр Долгоруков вспоминал. В 1825 году князь Горчаков взял отпуск в Россию за несколько месяцев. Проезжая через Псковскую губернию, он свернул с дороги, чтобы посетить опального товарища своей юности, знаменитого Пушкина, жившего там под надзором местной полиции. Со стороны 28-летнего дипломата поездка в деревню для посещения опального друга была весьма благородным поступком. Сам Пушкин так откликнулся на этот поступок. «Фортуна блеск холодный не изменил души твоей свободы». Александр Горчаков долгое время не мог получить большой должности. Между тем, конец 1840-х – это время серьезных дипломатических просчетов Николая I, которым только способствовал министр Нислерода. Россия рассорилась с ведущими европейскими державами. Началась бесславная Крымская война. В этих условиях российскому послу в Вене Горчакову удалось, казалось бы, немыслимое. Он сумел найти контакты с французскими представителями и убедил их в необходимости почетного мира. Нислерода же допустил утечку подробностей этих секретных переговоров и тем самым попросту сорвал их. Тем временем император Николай умер, а его преемник Александр II постарался избавиться от кадрового наследства своего отца. Вместо уволенного Нислерода министром иностранных дел был назначен Горчаков, который вскоре сделает свое знаменитое заявление «Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Горчаков провозгласил принципы нового, совершенно прагматического подхода к внешней политике. Карьеру министра Александр Михайлович начал в крайне невыгодных условиях, сразу после падения Севастополя. Ему пришлось подписывать Парижский мирный договор, который запрещал России иметь флот на Черном море. Шел 1856 год. Князь Горчаков ставит перед собой цель аннулировать статьи Парижского мира. Вот тут-то и помогла столь медленная карьера, столь скрупулезная работа дипломата низшего звена, когда, путешествуя по Европе, он плел паутину своих контактов. Огромный опыт, чутье связи позволяли Горчакову улавливать малейшие дуновения ветра в нестабильной европейской политике. И князь добился своей цели. Используя очередной военный конфликт в Европе, в 1871 году Горчаков в одностороннем порядке заявил, что парижский мир больше не действует. Князю всегда противостояли крупнейшие политики эпохи. Отто фон Бисмарк, Наполеон III, австрийский лис, граф Меттерн. Но он никогда не терялся на их фоне. Он сам определял лицо своего времени. Ну что ж, Александр Михайлович был весьма талантливым человеком. Он сделал блестящую карьеру дипломата, став значимой фигурой в истории. Александр Михайлович был тем человеком, который влиял на международные отношения Российской империи в XIX веке. При его участии менялись границы, враждовали и мирились государства. Кроме того, он был другом Пушкина и немецких канцлеров. Он был и послом, и министром иностранных дел. Александр Горчаков родился в старинной дворянской семье. Он получил блестящее домашнее образование и благодаря этому смог поступить в Царско-сельский лицей. Там одним из его друзей стал Александр Сергеевич Пушкин. Уже в лицее он знал, что хочет быть именно дипломатом. И представляете, 21 год он уже смог побывать на важных международных встречах. Горчаков смог добиться невозможного. После поражения в Крымской войне Россия оказалась в зависимом положении. Империя осталась почти одна, без друзей. Однако Александр Михайлович подружился с Францией. Вместе они помогли Сербии и Черногории в войне с Турцией. Благодаря ему другом России стала Пруссия. Тогда так называлась Германия. Самое главное достижение его жизни – это то, что он смог сделать Россию по-настоящему великой. Александр Михайлович очень любил свою родину. Был ее настоящим патриотом. Дорогие друзья, а кто же такой патриот? Кто вот мне подскажет? Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Стася. Патриот – это тот человек, который любит свою родину и живет в ней. Ага, еще. Так. Патриот – это тот человек, который любит свою родину, он ее восславляет в своей жизни, и в своей жизни родина для него самое главное. Ага, здравствуйте, меня зовут Ильнас. Я думаю, что патриот – это тот человек, который живет родиной, гордится родиной и не боится умереть за свою родину. Все верно. Хорошо. Мне кажется, что патриот – это человек, который может пожертвовать за свою родину, например. Спасибо. Правильно. Да, действительно, я с вами со всеми абсолютно согласна. Ведь патриот – это тот человек, который любит свою страну, готов ради нее пойти на жертвы и на подвиги. А как вы считаете, должен ли дипломат быть патриотом? Я думаю, да, конечно, должен. А почему? Ну, потому что он должен как бы разрешать не только споры в других странах, но и в своей. Так, еще у нас варианты есть, да, почему? Если дипломат не будет патриотом, то он не сможет защищать свою родину, ну, без войны. Просто. Молодец. Еще, пожалуйста. Здравствуйте. Дипломат должен быть патриотом, а иначе он может обмануть главных людей в стране. И свой народ. Вообще весь народ. Ага, еще один ответ. Дипломат должен быть патриотом, возможно, может так, он может против своей страны устроить войну, просто хочет. Он не любит свою страну. Если он не будет патриотом своей страны, да? Ясно, хорошо. Спасибо. Молодцы, ребята, ваши мнения абсолютно верные. И мне бы хочется лишь прокомментировать то, что именно вера в свою страну показывает ценности человека. Патриот стремится сохранить свою культуру, свой язык, свою родину. Патриот знает прошлые свои страны, уважает родители своих предков, но никогда не обидит другие страны. А вы считаете себя патриотами? Нет, а почему? Кто сказал нет? Так, а ну кто у нас нет сказал? Кто сказал нет? Так, пожалуйста, пожалуйста. Давайте, давайте. Почему не считаешь себя патриотом? Первое. Потому что не плевать, где жить. Тебе плевать, где жить? А почему тебе плевать, где жить? Потому что, ну хотя не плевать. Если экономическая разница стала, хочу жить, если нет. Ясно. Ваше мнение понятно. Еще, пожалуйста. Еще есть мнение, кто считает себя патриотом? Здравствуйте, меня зовут София. Я считаю, что я патриот своей страны. Почему? Потому что я живу в ней, в стране. Я люблю очень ее. И она мне очень нравится. Я считаю, что я тоже патриот страны. Но если им не быть, это не значит, что не любить свою страну. Еще? Так, давай. Ну, я хочу ответить на вопрос, должен ли быть дипломат патриотом. Хороший. Он должен быть патриотом, потому что любой патриот, ну, он любит свою страну и знает каждую достопримечательность, каждого известного писателя и других лиц. Так, пожалуйста, девушка. Я считаю себя патриотом, так как я люблю свою страну, горжусь ей и хочу сделать много открытий для своей страны. Спасибо. Так. Я считаю, что я патриот своей страны, я тоже свою страну люблю и горжусь ей. Молодец. Все, все молодцы ребята, да? Спасибо. У всех есть свое мнение, это самое главное. И все же рассказывал Александр Михайлович Горчакове необходимо упомянуть его фразу. Говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не сердится. Россия сосредотачивается. Друзья, а что, по вашему мнению, означает эта фраза? Значение то, что Россия сердится, это значит то, что, ну, она, ну, просто стоит на месте, не хочет ни с кем общаться, нигде не взаимодействовать. А вот я понимаю, значение сосредотачивается, но она думает, что в дальнейшем сделать и что будет, если это сделаешь. Ясно. Так. Я считаю то, что он говорит правильно, и Россия, считаю то, что Россия сердится на все их поступки, за все войны, но Россия не сердится, она считает, как исправить поступки и как жить дальше. Ясно. Мне кажется, почему Россия не сердится, но он эту фразу сказал, когда там уже нападали на Россию, и то, что Россия не сердится на то, что на нее нападают, наоборот, Россия состоит на то, чтобы найти новый контакт и чтобы ей помогли. Еще будут мнения? Я считаю, что если бы она не раздумывая начала сердиться и мстить тем, кто на нее напали, она могла проиграть. А если она продумала о действии, то тогда она могла победить войну умом, а не силой. Все вы молодцы, дорогие друзья. Однако вы знаете то, что это крылатая фраза. А каждая крылатая фраза имеет что? Правильно. Свою историю. Так вот. Мария Михайловна, это можно фразу на уроке истории где-то сказать нашему студенту детского университета? Конечно, можно, когда вы непосредственно будете говорить вообще о политике России в 19 веке. И об истории. И об истории, собственно. Свою знаменитую фразу Александр Михайлович написал в письме, которое было разослано в конце августа 1856 года в российские посольства за границей. Письмо было отправлено вскоре после поражения России в Крымской войне и подписания Парижского мирного договора. В нем были изложены основные принципы внешней политики Российской империи в тот период. А именно, отказ от активного участия в международных делах. Но когда Россия Горчакова встала на новый путь, то обнаружилось, что ее окружают отнюдь недружественные государства. Друзья, как вы думаете, актуальны ли фразы сейчас? Можно ли сказать то, что нас окружают недружественные нам государства? Можно сказать то, что на нас иногда не из-за чего сердятся. Но там по телевизору иногда показывают в новостях то, что... Что некоторые сердятся. Да, то, что там некоторые страны, у них что-то там... Внутри произошло, что они на нас сердятся. Да, в политике произошло что-то. Там что-то случилось, и они все сваливают на русских. Думают то, что это сделали русские хакеры. Ага, еще не правда. Молодец. Например, я даже могу привести пример. Украина. А что с Украиной у нас? Соседняя страна. Я смотрел, они, по-моему, даже в школе учат другую историю. То, что Россия покушалась на них. Она развязала войны такие в истории. То есть вы с этим не правы, и это вызывает вот такой протест некий, да? Так, дальше. Я считаю, что есть те плохие, есть те, которые сердятся на Россию, и есть те, которые с нами в дружеских отношениях. И в Украине там гражданская война идет вроде бы. И из-за этого там правительство, общество винит Россию, что мы начали все это, развязали вот это все. То есть тебе это не нравится, Россия ничего не развязывала, да? Так, еще. У нас есть вариант ответа. Я считаю, что в соседние страны США они пытаются перевести все народы на свою сторону, чтобы победить Россию, потому что они считают, что из-за нее все беды. Ясно. Ну, наверное, не совсем это так, да. Мы не можем так говорить, что у нас есть какие-то недружественные страны, потому что в каждой стране есть совершенно разные люди, и которые по-разному относятся к нашей стране. И в Соединенных Штатах Америки, и во Франции, и в Германии, и в Украине есть много людей, которые любят нашу страну и относятся к ней с большим позитивом. Да, ребята, вы все молодцы. Действительно, Россия, Украина, Грузия на недавнем времени были друзьями, но вот, к сожалению, мы поссорились. Подпортились отношения у нас и с Америкой, и с некоторыми странами Европы. Поэтому, чтобы нам грамотно с вами вознести внешнюю политику, нам необходимы кого и какие важные документы. Так вот, самый главный документ – это концепция внешней политики Российской Федерации. Ее подписал наш президент. Кстати, кто наш президент? Владимир Владимирович 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 Правильно. 30 ноября 2016 года. Следует отметить, что этот документ не сказка, не роман, а он весьма важен для нас с вами. Ну, немножко скучный, да, может быть, для детского восприятия. Это действительно не сказка, да? Но это очень важный документ для нашей страны. Зато он точный. И ясно, что он составлен для определенных людей. Это, во-первых, для нас с вами, которым интересно, чего же мы хотим за пределами наших границ, из чего же мы добиваемся таким образом, и какой мир нам нужен. И, естественно, документ рассчитан и на наших иностранных друзей, которым тоже хочется понять, как мы формулируем наши задачи. Были и другие такие важные документы для нашей дипломатии. Во-первых, были и предшествующие концепции, одна из которых была принята в 2008 году. Тогда был совсем другой мир. Тогда мы еще не поссорились в Грузии, после чего мы перестали вообще разговаривать. Не было мощнейшего экономического кризиса, который ударил только в сентябре. И мы пытались наладить отношения с Америкой. Затем возник следующий документ, уже в 2013 году. Но тогда тоже, в общем, был другой мир. Хотя в нем еще и не было размолвки между Россией и Украиной. Не было санкции. Дорогие друзья, а вот вы частенько по телевизору слышите такое слово, как санкции. Так что же они означают? Так, пожалуйста. Наказание. Наказание. Слово санкция означает ограничение в чем-то. Молодец. Слово санкции обозначает то, что в нашу страну, например, не могут из некоторых стран завозить определенные продукты там. Из некоторых стран запрещено. Ага, молодец. А санкции это хорошо или плохо? Плохо. А почему плохо? Ну, с одной стороны, это может быть и хорошо, потому что Россия не надеется на другие страны, и это производит все сама. С одной стороны, это хорошо. Молодец. Еще. Так, пожалуйста. Санкции. Это слово обозначает то, что все становится дороже, все продукты, потому что к нам не заводятся продукты из других стран. Ага, еще. Санкции это означает ограничение в подставках разных продуктов и в продаже в некоторых странах. Например, в Европейском Союзе, где у нас есть санкции к многим странам, из-за этого сельскохозяйственная промышленность половины европейских стран очень сильно страдает из-за перепроизводства. Ясно. Так, дальше еще вариант есть. Санкции это так-то плохо, но, как Мальчик еще говорил, это в каком-то смысле хорошо, так как... Есть и положительные, есть и отрицательные. Да. Могут завести груз плохой, опасный в Россию. Ясно. И вот еще один ответ, варианты, и мы дальше перейдем. Санкции это наказание, применяемое другими странами или международными организациями к другой стране. Молодец, прочитал, да? Ясно, прочитал хорошо, прочитаешь хорошо, отлично. Все, ребят, вы действительно все молодцы, видно то, что вы следите за новостями, но кто следит за новостями прекрасно понимает, да, что в мире все меняется, а следовательно меняется и наша с вами дипломатия. Самое важное и самое интересное в этом документе, так это философская часть по поводу того, что происходит в мире. А именно, сейчас мы с вами наблюдаем некоторые тенденции. Это наш с вами мир усложняется, главными становятся Китай и Япония. И еще преобладает мировая конкуренция, которая приобретает форму соревнования ценностных ориентиров. Это когда другим странам навязывают чужие ценности. А вот и вывод, который выглядит, если не Гланов во всем документе, то заметным новшеством и ориентиром. Борьба за создание главных правил будущего мира становится главной задачей современного мира. То есть идет речь не только и нисколько за то, чтобы отнять нефть и газ, да, у нас, все знаем, что мы их поставляем, и не за нашу, не за общение, не за физическое выживание. А речь идет о борьбе за то, кто имеет право вырабатывать правила игры на мировой арене. Помните, совсем недавно, когда Крым вернулся домой, нас очень сильно ругали. Нам пытались сказать, что мы играем не по правилам, а мы отвечали, ничего себе у вас правила, вы нас пытаетесь тут поссорить, вы тут свергаете правительство, вам все можно, а нам нельзя. Вот что вам об этом идет речь. А дальше в документе есть несколько интересных замечаний по поводу того, в чем же заключается сила. С одной стороны признается, что хотя большой войны и не предвидится, зато есть риск столкновения через стягивание в мелкие споры. Последнее, конечно, интереснее всего, особенно после того, как американцы нам с вами говорили, то, что мы помогли Дональду Трампу стать президентом США, и он в итоге победил. Мы-то думали, что это только одна Россия страдала от того, что про нее все врут, они говорят неправду. А тут, оказывается, бывает и наоборот. А главная мысль в документе это то, что Россия хочет участвовать в создании справедливого мира. Поэтому мы стараемся дружить с Китаем, Бразилией, Индией, Сербией, Австрией, Турцией и другими странами, которые поразделяют наши взгляды на формирование нового мира без войн, где будут все дружить. А с теми странами, с которыми у нас плохие отношения, постараемся найти общий язык. Итак, ребята, мы же сможем найти общий язык с другими странами? Итак, вы все молодцы сегодня. Я услышала ваше мнение. Это самое главное, что есть у человека, наличие своего мнения. А теперь с вами подведем небольшие итоги. Итак, мы сегодня с вами узнали, кто такие дипломаты. Кто такие дипломаты? Еще раз. Дипломаты – это те люди, которые разрешают споры среди городов, стран и государств. Мирными способами. Мирными способами. Молодец. Познакомились с выдающимся российским дипломатом Александром Михайловичем Горчаковым. Который какую фразу произнес знаменитую? Так, пожалуйста. Россия не сердится, Россия сосредотачивается. Замечательно. Молодец. Узнали, кто такие патриоты. Кто такие патриоты? Патриоты – это те люди, которые могут, жертвуют своими жизнями, чтобы не было плохих контактов с другими странами. Молодец. Так, дальше. Узнали о главном документе внести политики? Да, наверное, это тоже важно. Ссылаться на какие-то документы, когда формируешь свое мнение. Итак, на какой документ мы сегодня ссылались, который выражает намерения России официально. Как называется эта концепция чего? Концепция внешней политики. И узнали друзей России. Так с кем дружит Россия у нас? Так, пожалуйста. С Австрией, Турцией, Китаем, Сербией. Индией. Но это не значит, что в этих странах нет наших друзей. Во всех странах мира есть друзья нашей страны. Ребята, ну что, давайте аплодируем Марине Михайловне. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин